Всем привет, спасибо. Да, я сейчас расскажу про свой опыт применения behavior-driven development в стартапе, будучи при этом разработчиком. И как я пришел к тому, что в принципе разработчик может исполнять роль аналитика. И как мне в этом помог, собственно, BDD. Причина, почему я, будучи разработчиком, стал примерять на себя роль аналитика, она достаточно празаична. Я ушел техническим сооснователем стартапа из крупной компании. В стартапах с ролями тяжело, то есть кто что делает, тот кто что умеет, кто что может, у кого есть сейчас время, тот кто и делает. И вот так получилось, что ближе всего это оказалось мне. А способ, который, ну как я уже сказал, способ, как превратиться из разработчика в аналитика в нужное время, это вот BDD. И на тот момент я уже имел опыт общения с ним, но, правда, не очень большой, поэтому опыт мой рос вместе со мной во время этого процесса. я, ну в первую очередь, я дотнет-разработчик, большую часть своей карьеры, я работал в Microsoft, где, собственно, и познакомился с BDD на одном из тренингов, который был проведен для разработчиков. И подход, что называется, зашел, зашел потому, что у меня на тот момент уже были в голове какие-то мысли, которые тренер просто, на самом деле, сформулировал и положил вот в голову, и они вот так вот легли, очень, ну, как будто я давно их искал. На самом деле так и было. А искал я их потому, что пытался ответить на вопрос, как читать спеки так, чтобы все неувязки, все неясности, неточности находить до того, как ты начинаешь по этим спекам разрабатывать код или продукт. И задавать вопросы касательно деталей, касательно требований в тот момент, когда эти вопросы должны быть заданы, а не в тот момент, когда они возникают. И в топик доклада, на самом деле, BDD отлично для этого подходит. То есть вот если вы разработчик, и вам не нужно примерять роль аналитика, то BDD просто позволит вам сделать вашу работу более качественно. Процесс крупной корпорации, ну, понятно, он выглядит очень здорово, очень практически там условно идеально, да. То есть есть доска, есть задачи, задачи, они приоритизированы кем-то, кто-то, у кого есть знания о том, как эти задачи надо приоритизировать. Они описаны, у каждой приотрачено спека, у каждой есть аналитик, у которой можно пойти и спросить, если что-то непонятно. Есть документация, всегда можно проверить. Есть процесс QA, есть процесс верификации. То есть даже если что-то сделано не так, это все равно не уйдет куда-то там дальше разработки и будет отловлено. Соответственно, в стартапе ничего подобного, ничего подобного, естественно, быть не может. Вот, там встречает тебя переполненный бэклог, потому что идей много, ресурсов мало. Все задачи в этом бэклоге сформулированы так, что, ну, вот просто чтобы не забыть, вот они придумывались, там же их написали и все. И потом уже будем разбираться. Никаких спецификаций, никакой документации, никакого QA-процесса, то есть сам себе тестировщик. Это вообще очень тяжело, потому что ты же этот код писал, а теперь ему еще и ломать приходится. Регрессионное тестирование — это вообще боль, потому что никто не помнит, что мы делали два месяца назад. И, в общем, здесь, забегая вперед, я могу сказать, что BDD помогает, на самом деле, совсем кроме первого. То есть переполненный бэклог он не уберет, но позволит немножко быстрее его опустошать. У меня, на самом деле, на тот момент уже был опыт работы в похожей ситуации. Там был не стартап, там был просто отдельным разработчиком, но BDD я тогда не знал, поэтому… А все остальное было точно такое же. То есть были высоковровнево сформулированные требования. И как мы делали? Ну, как вот подсказывала интуиция, то есть делаешь прототип, потому что… Что я лучше всего умею делать? Я лучше всего умею делать код, писать код. Поэтому кодим прототип, тыкаем в него, пытаемся сформулировать требования, чтобы они хоть как-то были, хотя бы устно. Потом мы потыкали прототип, поняли, что вот здесь надо поправить, здесь надо заменить, это вообще не подходит, а это нормально. Уточнили, поменяли, уточнили, поменяли, и так пока в конце концов не пришли к тому, что, в общем, выглядит как то, что требуется. Но результат… Простите меня за эту картинку, но она идеально описывает результат. Во-первых, на это уходит много времени, потому что с требованиями приходится разбираться и формулировать их параллельно с написанием кода. Во-вторых, чаще всего забывали какие-то сценарии, потому что очень много итераций, и не очень детально они всегда как-то записывались, трекать их было тяжело. А еще очень такая важная штука. Некоторые после релиза ломали обратную совместимость в юзер-экспириенсе. То есть пример просто. Есть система, есть какие-то настройки, у пользователя выставлены какие-то галочки. Система ведет себя вот так-то. Потом мы релизим, ничего не меняется с точки зрения пользователя. Появляются новые галочки в настройках, но туда не заходил, старые не менял. А система начала вести себя по-другому. И он такой, а почему вообще, за что вы так со мной? А подобные вещи отлавливать нужно по-хорошему на этапе анализа. То есть мы не можем просто, если система сложная, мы не можем предусмотреть всех сценариев, которые пользователь использует. Ну и банально баги, то есть пока чинили одно, сломали другое, починили другое, сломали третье. Вот так далее. Давайте на самом деле отвлечемся немножко и просто я быстро расскажу, что такое BDD. Это такой процесс разработки, когда итерации не повторяют полный вид цикл, а уходят в начало. То есть там, где мы занимаемся анализом, мы занимаемся анализом итеративно. И мы в результате анализа формулируем требования в виде acceptance тестов, то есть приемочных тестов на естественном языке. При этом в процессе участвуют люди из разработки, с инженерной стороны, и люди из бизнеса, это те, которые знают, как что должно работать. И в этих приемочных тестах должны быть сформулированы критерии, которые мы впоследствии можем использовать для того, чтобы перифицировать, что же, собственно, получилось. Добились мы того, чего хотели и не добились. Критерии должны быть smart, чтобы это было проще. К примеру, сделать быстро — это плохой критерий. Сделать меньше, чем за одну секунду — хороший. Мы можем проверить, померить и убедиться, больше или меньше. А как мы пишем эти тесты? Мы пишем их с помощью framework givenvm. Соответственно, систему мы рассматриваем как черный ящик. На вход у этой системы есть начальное ее состояние, какой-то набор ее свойств. Потом есть какое-то внешнее воздействие, триггер. Это лэн. Например, это вызов. Пользователь нажал на кнопку или удаленный сервер вызвал какую-нибудь там команду. И в результате система меняется в состоянии и становится лэном. При этом черный ящик означает, что мы никогда не формулируем в этих требованиях, как эта система изнутри выглядит. Мы используем только то, что мы можем внешне об этой системе сказать. То есть те свойства, которые она экспортирует наружу нам, как пользователям. И еще один элемент BDD — это покрытие. То есть конкретный тест пишется по такому формату. Общий список всех приемочных тестов, он получается так, что мы берем сначала, думаем о том, какие гивоны у нас есть, какие мы можем выписать, какие для нас имеют значение, какие вены, то есть как мы с этой системой взаимодействуем, комбинаторно перемножаем, и получается вот такой вот огромный список этих приемочных тестов. И для примера давайте просто рассмотрим светофор. Казалось бы, вообще простая штука, с каждой с ней знаком. Что здесь может являться гивонами? Ну, цвет. То есть тот цвет, который на текущий момент горит. Это у светофора красный, желтый, зеленый. Дальше мы спрашиваем себя, есть ли что-нибудь еще? Есть еще режим желтого мигающего, когда она там. А еще что-нибудь есть? Есть стрелки, например, у светофора. Тут мы вспоминаем. И тут нас понесло, ага, стрелки, а еще есть таймер, который отчитывает время там до смены, а еще есть, например, переход, ну, фаза перехода, то есть есть зеленый мигающий, есть красный не мигает, желтый одновременно с красным и так далее. В общем, получается много всего. Что является веном? Ну, какой-то внутренний таймер, который переключает этот светофор. Все? На самом деле нет. Нет. Тут мы можем вспомнить, что вообще-то иногда, когда большие пробки или там что-нибудь, полицейский стоит и на кнопочку нажимает, она вот переключается. А еще что-нибудь может быть. А еще может быть, ну, например, если это какой-нибудь там смарт-светофор, то может быть датчик в асфальте, который проверяет, подъехал ли машина или нет. А еще он может быть связан с пешеходным светофором, и там есть кнопка, которую пешеход должен подойти и тыкнуть. То есть это тоже вен. И вот таким образом мы все это перебираем. И в результате мы у заказчика, тот, кто заказал нам сделать этот светофор, мы приходим и спрашиваем, а что из этого нам реально нужно сейчас рассмотреть, а что является, ну, что не нужно. Например, мы не делаем умный светофор, поэтому нам не нужны датчики в асфальте, мычки в спецтранспорте, камеры, которые распознают поток и находят пробки. Это все нам не нужно. Но мы об этом подумали, и если вдруг… А, нюанс в том, что мы как разработчики, мы не можем выделить приоритет, мы не можем знать. А бизнес, он может забыть об этом сказать, потому что для него это очевидно. У него это тысяча первый смарт-светофор, он просто не подумал о том, что конкретно вот эти люди видят это. Не тысяча первый раз, а первый. Ну, а вен, он на самом деле повторяет гивен, поэтому в данном случае это неважно. И предположим, наш заказчик сказал, что вообще все нам неинтересно, мы делаем простой светофор. Тогда гивен вен выглядит вот так вот. То есть красный по таймеру переключается в зеленый, зеленый, зеленый мигающий, зеленый мигающий в желтый, а желтый переключается в красный. И все, и так по кругу. Но давайте вернемся, собственно, к основной теме. Вот есть один важный момент про предметную область. Моя предметная область, которая связана как разработчик, это бухгалтерия и бизнес-процессы, которые там, которые в этой бухгалтерии присутствуют. Но когда я пытался все время такой, вы BDD, это так классно, смотрите, вот она так здорово получается, люди всегда говорят, типа, ой, наш предметная область такая сложная, и у нас там что-то не заработает, в общем, мы не сможем. А вот у нас там комбинаторный взрыв, например, получается, и так далее и тому подобное. Но на самом деле это все прекрасно работает, потому что я это уже на себе попробовал, но с некоторыми нюансами. И главное, разработчик может стать аналитиком, если такая необходимость возникнет. Правда, для этого ему нужно слегка поменять образ своего мышления, потому что он привык делать, он привык писать код, а тут от него требуется писать не код, а требования. Это немножко разные вещи. И BDD для этого на самом деле отлично подходит. То есть BDD подходит для трансформации мышления разработчика в аналитика. Пример. Проектная бухгалтерия. То есть нам нужно спланировать бюджет по проекту, и мы как разработчик, как мы пытаемся придумать, а что же нам надо сделать. То есть у нас есть сущность проекта, у нас есть дочерняя по отношению к ней сущность бюджета проектов. Проект создается без бюджета вначале. То есть, грубо говоря, у проекта может не быть бюджета, хотя это не имеет смысла. При этом бюджетов может быть несколько, потому что это версии. То есть сначала мы думали такой бюджет, потом мы думали такой. Это нужно для compliance, для того, чтобы потом сказать, почему у нас бюджет этот менялся. Ну и, соответственно, у сущности бюджет, помимо связи с сущностью проекта, есть еще, пусть будет атрибут, версия. И среди прочих было такое требование, ну как требование, идея. На UI макапе мы реализовали, что пустой список не имеет смысла, ну то есть не имеет смысла бюджетировать проект без бюджета. Поэтому давайте сэкономим пользователю время, и когда он открывает новый бюджет, у него там пустой список, и мы ему говорим, типа, у вас нет ни одного бюджета создать? Да нет. И все. И на этом мы как бы, ну понятно же, что все делали, уже тысячу раз так делали, то есть ожидаемый user experience, пустое место, надо предложить что-нибудь сделать с ним. Когда мы стали продумывать с точки зрения поведения, стали появляться вопросы. А что, если пользователь нажмет нет? Мы что, мы должны закрыть это окно или что? У нас должен все-таки показаться пустой список? Ну окей, ладно, предположим, хорошо, нам не нужна кнопка нет, а что тогда? Тогда да, у вас нет ни одного бюджета создать? Да. Тоже странно. Ну хорошо, ладно, предположим, как бы оставим две кнопки да нет. Вот я нажал нет, у меня показался пустой список, я закрыл этот список, закрыл это окно, открыл его заново, у меня снова пустой список, мне снова надо показать эту форму? Ну хорошо, ладно, оставим. Более простой случай. Я сделал бюджет, потом думаю, да нет, ну вообще не очень, бюджет удалил, у меня снова пустой список, мне снова надо показать эту форму. В общем, оказалось, что тот привычный нам user experience, который мы даже продумывать не стали на этапе mock-up, проще вообще не реализовывать. То есть, во-первых, мы сэкономим на это время, мы не принесем туда лишних багов, и это будет более понятный юзеру и нам процесс, и в итоге сделали просто пустой список с кнопкой new. То есть, хочешь — создай, не хочешь — не создай. Поэтому первая, на самом деле, трансформация — это заставить себя анализировать до разработки, а не во время, потому что разработчики очень любят писать код, ну вот я как разработчик люблю писать код, и попутно анализируют, что я пишу уже, собственно. Попадает ли это вот в то ожидание, которое у меня есть в голове, особенно если это ожидание не мое, а кого-то там другого. И очень страшно это делать, и проще делать вот так, как я описал, а не до, потому что нет опыта у разработчиков в этом. Но BDD на самом деле в своей формальности он хорошо ложится на разработческий майнсет, и он помогает вот в этом. То есть, когда не знаешь как, можно этим воспользоваться. Второй момент — это для меня лично является триггером, если я вижу требования, которые сформулированы, условно я так называю, сделать так же, как там, но по факту это означает, что требования настолько очевидны, что мы их не будем расписывать. Это вот пример вот о вот этой форме. То есть это ожидаемый user experience, мы не будем его расписывать. Вот сколько раз я с этим сталкивался, ни разу еще требования, сформулированные таким образом, реализовывать не удавалось. По разным причинам. То у нас какие-то есть внешние зависимости от настроек, которые вот к этой вот конкретной кнопке не реализуются, то у нас просто нет места под эту кнопку, то еще что-нибудь, в общем, то вот как вот с этой формой оказалось непонятно вообще, куда ее впихнуть с точки зрения процесса, то есть процесса взаимодействия с пользователем. И триггер, в общем, если видно, что если требования сформулированы сделать так же, как там, это вот прямо точно надо сесть и разбираться, а как именно там, перед тем, как это делать, потому что проблем получится больше. А еще вы могли заметить, что когда мы рассуждали, как разработчики, разработчики как рассуждают, они рассуждают сущностями, связями между этими сущностями, свойствами этих сущностей. Они так дизайнят предметную область в коде. Это нормально, это хорошо. Но когда мы пытаемся это же сделать с требованиями, получается не очень, потому что с точки зрения сущности все работает прекрасно, а с точки зрения поведения не очень. И вот следующий нюанс — это разработчикам надо научиться мыслить действиями, а не объектами, не сущностями. Потому что это очень важно, как только мы начали думать о том, ну хорошо, у нас есть сущность, форма и две кнопки. А что мы начали думать с другой стороны, пользователь на эти кнопки же нажимает. Это действие. То есть переводя на язык given, when, when, на самом деле, это вот такой личный опыт, начинать проще всего с венов, потому что это то, что, ну более-менее логично, то, что пользователь может делать с вашей системой. А given — это вот как раз уже такие сущности, которые к этим венам как-то относятся. Но это очень важно. То есть, опять же, это мысль, которая вот сформулировалась буквально недавно, потому что до этого она просто вот интуитивная, я с опытом, там, до нескольких лет использования BDD и given-man-van-of, я к ней пришел, но вот сформулировать не мог. Недавно она сформулировалась, я был очень рад этому. Еще один момент. Давайте другой пример рассмотрим. Это сложный такой процесс. То есть у нас есть компания, это заказчик, она делает заказ у компании B, которая исполняет работу, он является исполнителем. Но реально работа делает компания C, которая является субподрядчиком. Но счет за свою работу она выставляет не своему заказчику, она выставляет его дочерней компании, ну, по каким-то разным причинам, мы не будем их называть. Эти уже компании, которые дочерние родительские, они уже между внутренними расчетами как-то бухгалтерию свою сводят так, чтобы она там с точки зрения налоговой выглядела нормально. В чем здесь смысл? Смысл в том, что с точки зрения системы это все один процесс. То есть разные шаги одного процесса. они не могут быть разделены. То есть субподрядчик может быть только у исполнителя. Он не может быть у исходного заказчика, потому что тогда он становится сам исполнителем. И в некоторых случаях требовалось посмотреть на это именно как на такой вот процесс последовательной. И разработчики, они на самом деле привыкли писать с плана, если они умеют читать, должны уметь. А от с плана обычно написано так, что это шаги. То есть всегда есть пойти туда, сделать вот это, пойти туда, сделать вот это, пойти туда, сделать вот это, проверить, что чего-то там. И в начале моего опыта, когда опыта было мало, а BID применять хотелось, у меня было очень много сценариев ГВТ, которые были построены неправильно, у которых было вен, это прям последовательность шагов. И эту последовательность шагов надо разбивать на отдельные тестовые, приемочные тесты, даже если они логически относятся к одному и тому же процессу. То есть это не очень правильно с точки зрения, наверное, тестового дизайна, но это правильно с точки зрения вот этого подхода, потому что тогда можно всю мощь комбинаторики использовать и приблизиться к стопроцентному покрытию всех возможных сценариев. Если начать пытаться их объединять в начале, то это не удастся. Но потом, конечно, потом можно делать и так. Поэтому в общем правило звучит так, что если один тест, то к нему должен быть только один триггер, один вен, одно действие. И никогда набор шагов, ну просто потому, что так легче. Даже несмотря на то, что это приводит зачастую к комбинаторному взрыву. Давайте вернемся к предыдущему примеру, чтобы я показать. И добавим один нюанс, что теперь это все в разных странах, и у каждой компании своя валюта. И бухгалтерию она ведет вот в этой своей валюте. И на самом деле, если попытаться все это комбинаторно перемножить, то есть просто взять бездумно, с чего нужно начинать, когда еще не начали глубоко рассуждать. Получится как минимум 256 сценариев, потому что нам нужно просто перебрать все валюты. Но можно посмотреть на такой сценарий и сформулировать вопрос к бизнесу. А имеет ли реально значение конкретная локация одной из частей этого процесса? И бизнес говорит, не, вообще на самом деле нам это не важно, потому что нам важно ее отличие от остальных частей, а не реально где она сидит. Поэтому с точки зрения того, что дочерняя компания у нас использует валюту GBP или рубль, или дехрамы, это вообще не важно. То есть с точки зрения логики и поведения это реально один и тот же сценарий. И вот мы вот так вот пришли и вычеркнули все эти штуки, объединили, у нас получилось значительно проще. Потом мы увидели еще одну закономерность, пошли снова спрашивать, а реально влияет ли положение клиента на положение вот такой вот субподрядчика или дочерней компании. И бизнес такой подумал, говорит, слушай, вообще тоже не влияет, потому что… Ну, не влияет, он влияет только на исполнителя. И тут у нас получилось из вот такого вот огромного, как вот мы вначале просто начали перебирать, а потом мы начали думать, у нас получилось 8 сценария всего. Почему? Потому что нам было важно пара, пара, и в паре было важно… Ну, два элемента этого процесса, состоящие последовательно друг за другом, и в них была важна не сама валюта, а отличие, она одинаковая или она разная. А одинаковая и разная — это, соответственно, два значения, вот у нас получилось всего 8. В чем плюс? Ну, нам это проще. А почему бизнес нам об этом не сказал? Потому что бизнес об этом не подумал, как обычно. Для него это очевидно, вот он просто не формулировал это так. Вот, поэтому в основном люди, которые начинают использовать ГВТ, они пугаются вот этого комбинаторного взрыва, но его пугаться особо не надо, потому что, во-первых, это повод задуматься, все ли правильно вы делаете, если у вас получается такая штука. Во-вторых, даже если вы делаете все правильно, вы пришли к этому выводу, вы как минимум получаете больше информации к размышлению, можете найти какую-то закономерность, которую вы не видели вначале, и вам, главное, о ней никто не сказал. Бизнес просто промолчал об этом. Но не потому, что он плохой, потому что он просто не подумал об этом. Ну, даже если ничего там такого нет, и вам все это нужно, как минимум вы получите за счет от ошибок, если не поленитесь потом все эти тесты реально пройти. Ну, там есть всякие инструменты для автоматизации подобного тестирования. Но тем не менее, если вы это пройдете, вы еще убедитесь, что если все эти сценарии действительно важны, если все эти сценарии действительно нельзя никак вот средюсить, то как минимум вы убедитесь, что оно работает вот так, как оно задумано. И кратко вывод, то, что я хотел сказать, что с аналитиком лучше, чем без него. Хотя иногда задумываешься, зачем они нужны. И если вдруг по каким-то обстоятельствам вы не можете позволить себе отдельного выделенного аналитика, и у вас есть разработчик или у вас сам разработчик, вы можете примерить на себя его роль. Для этого, в принципе, ничего страшного не произойдет. Но для этого вам придется немножко поменять свое мышление. Я это делал с помощью BDD. Я уверен, точнее, что есть другие способы. Возможно, кто-то из вас знает эти другие способы. Я готов ими поделиться, например, во время своего доклада. Я с удовольствием послушаю. Но у меня BDD, я выбрал его, поэтому у меня получилась вот такая вот смена. Я научился анализировать до, а не во время разработки. Даже если, в принципе, все понятно. Казалось бы, все понятно. Особенно там, где все понятно. А еще один важный момент, я научился мыслить действиями, не сущностями. Это очень важно, потому что это очень сильно помогает в формулировке требований. А мышление сущностями я стоял на тот момент, когда мне уже надо дизайнить систему. Ну и касательно прямо вот самого применения BDD, это две ошибки, которые навеяны моим опытом. Это разбивать сложный сценарий на отдельные кейсы, не бояться этого, где, соответственно, вен является веном для следующего. И перебор всех вариантов, он не мешает, то есть его не надо бояться, он только помогает вам. В любом случае, вам будет от этого лучше. И на этом все. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо, Михаил. Есть ли у нас вопросы? Тогда у меня… Ага, хорошо, есть вопросы. Я хотела как раз спросить, много ли у нас в аудитории разработчиков или все аналитики пришли? Ну вот вы говорили по поводу сокращения вариантов, чтобы избежать комбинаторного взрыва. Но я так понимаю, здесь есть при этом опасность выкинуть лишнее. Поскольку вот это сокращение вариантов – это, ну, своего рода тоже аналитическая работа. И в процессе вот этого сокращения, ну, достаточно высока, на мой взгляд, вероятность упустить какие-то зависимости из виду. То есть, скажем, в той таблице, которую вы нарисовали, не было флага зависимость, одинаковая ли валюта у дочерней компании и исполнителя. А вдруг это в каком-то сценарии будет важно? Да, 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 все так. Для этого у нас есть человек из бизнеса, который несет ответственность за свое решение. То есть, ну, если человек из бизнеса… Это на самом деле не важно. То есть acceptance – это приемка. То есть, если человек из бизнеса подписал условно документ, да, кровью, что я буду применять работу вот по вот этим критериям. Ну, если он при этом забыл, как бы… Ну, да, все мы люди, он тоже может забыть. Ну, значит, выясним потом. Но в общем и целом вероятность этого низка, потому что если на этапе анализов возникнет вот такой вопрос, мы пойдем как минимум ко второму человеку, две головы лучше, чем одна. Мы не будем тратить время на то, что мы заходим этот прототип, покажем его этому же бизнесу, который начнет тыкать и говорит, да нет, это так не работает. И мы явно сформулируем этот вопрос для него именно в таком виде, на который ему проще всего ответить. То есть не самому найти эту закономерность, а вот именно так. Если у нас есть компания вот здесь, прямо на карту тыкать, и вот здесь, и вот мы делаем вот так-то и вот так-то, вот такой вот артефакт у нас получается. Это правильно? И он говорит типа, да, это правильно или нет, это неправильно. Если неправильно, то а как правильно? И тогда он начинает думать. То есть, да, вероятность такая и существует, естественно, но таким образом мы ее тем не менее уменьшаем. То есть другой способ, не делая этого, только увеличивает ее. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Получается, разработчик сформулировал эти сценарии. Каким образом поставлен процесс валидации того, что он нигде не ошибся, ничего не пропустил? То есть это какое-то ревью или это может быть там… Формулировка, ну на самом деле формулировка может быть, да, как и персонального разработчика, но лучше всего, если формулировки участвуют оба. То есть во всем вот этом процессе составления участвуют оба. То есть разработчик в данном случае, вот я просто вот в этом процессе являлся источником этих вопросов, потому что я лучше… Ну, я использовал BDD, я как бы это понимаю, поэтому у меня вот проще вот эту комбинаторику реализовать. Оба. Это разработчик и заказчик? Да, разработчик, ну инженер и бизнес. Вот две как бы части. И ревью на самом деле происходит прямо в момент формулировки, потому что разработчик задает вопрос. Вот конкретный вопрос бизнесу. Он говорит типа так, все, потом разработчик записывает. И это может делать… Если бизнес как бы умеет BDD, например, он может делать это самостоятельно, присылать разработчик на ревью, разработчик смотрит и говорит, ага, ничего не забыто. Или, а, слушай, а вот у тебя вот комбинатор, вот этот сценарий не… Вот что должно происходить в таком случае? Такое было редко, потому что чаще всего никто не присылает given aden, а говорит типа, ну у меня вот, в общем, вот такая вот штука, надо как-то сделать. Насколько бизнесу удобно работать с требованиями записаны в таком формате? Неудобно, ненасколько. Они не понимают это. Это минус на самом деле вот этого given aden, то, что читать его через месяц невозможно даже автору. Как вы с этим боретесь? Сквозь слезы. Читаю пять раз. Не, на самом деле, то есть у него цель сформулировать это настолько кратко, настолько возможно, чтобы одним взглядом уместить на одну страницу и сразу увидеть вот как бы все вот это покрытие. А, то есть это известная мечта менеджеров увидеть требования, влезающие на одну страницу? Не только менеджеров. Это моя мечта, вот как разработчик, увидеть требования, которые влезают на одну страницу. Вот серьезно. Вот, и эта штука позволяет. Но обратной стороной этого, то, что чтобы вместить на одну страницу, надо выкинуть кучу всякой сопровождаемой, ну, сопроводительной информации и в итоге как бы вообще ничего не понять. Вот. Поэтому в таком виде им работать неудобно. Для этого им нужно переводить. Переводить лучше всего голосом. Вот, то есть если мне нужно, вот были у нас там профессионал сервисы, когда заказчиком были мы не внутренние, да, люди, а сами как-то экспертно там пытались сообразить. А вот реально люди, которые говорим, мы вот от вашего продукта хотим вот такую фичу, мы готовы за нее заплатить. Вот. Им, соответственно, вот такую таблицу отправлять бесполезно. Они как бы не будут ее даже читать. Вот. Поэтому приходилось тратить время отдельно на то, чтобы сформулировать это просто отдельными вот такими целенаправленными предложениями. То есть вот так вот, вот так вот или вот так вот. Это они умеют. Сегодня тут в этой же аудитории был доклад про голосовые всяческие штучки. И, соответственно, я так понимаю, что следующим вашим шагом будет это научить Алису выговаривать всю комбинаторику в виде естественного языка. Вот вы просто сказали, что просто проговаривать эти таблицы и уже будет лучше. Есть шансы? Нет, шансов нету, потому что проговаривать их, в смысле, читая, но это обладая уже какими-то знаниями где-то там, может быть, просто не сформулируемыми. Пока только естественный интеллект, не искусственный. Нет. Можно наоборот попытаться, когда Алису, ну, в Алисе не знаю, в общем, кому-то там какой-нибудь, чего-нибудь там, нейронной сети глубокого обучения, скормить естественный язык, она там через NLP выделит вот эту таблицу. Вот это возможно. То есть сделать выжимку, про такое я слышал, да, чтобы из выжимки как бы получить наоборот базу, это сначала нужно робота разбираться с предметом области. Это как бы вообще другая задача. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Насколько я поняла, вы рассказывали о своем опыте работе над стартапом в маленькой команде. А что если у вас кроме разработчика есть, например, дизайнер, UX-дизайнер и тестер? Кому лучше писать вот эти вот ВН-кейсы? Тому, кто лучше всего понимает, как их писать на самом деле. То есть здесь нет такого, что типа эти кейсы нужно писать разработчику, эти кейсы нужно писать тестировщику, эти кейсы нужно писать кому-то там. Кто лучше всего понимает, как они пишутся. Я просто зарабатывал опыт, реально. Я на тренинге был в 15-м году, сейчас в 18-м, вот три года я так и сяк пытался это вот применить, корячить как-нибудь, чтобы это приносило пользу, а не просто типа, смотрите, я это делаю. Тем, кто умеет писать именно given when then или тем, кто больше понимает в предметке? Ну, вопрос был про писать. Писать? Именно с точки зрения методики. Тот, кто понимает, как писать given when then. А что в них писать? Для этого нужно второй человек. Неважно, в общем, для этого должна быть роль. Опять же, это вообще не про людей, это про роли. Я не… не всегда у меня была возможность получить второго человека из бизнеса и спрашивать их. Это помогает даже в том случае, когда я сам, как бы, я и разработчик, и тестировщик, и еще и бизнес, как бы. Ну, естественно, я могу ошибаться, как этот бизнес реально работает, но, опять же, когда я задаю вопрос, вот сформулировав его, есть ли у меня там компания здесь, и вот это здесь, и вот это здесь, на это проще найти ответ, не будучи экспертом в предметной области, ну, то есть самостоятельно, чем когда он не сформулирован вот так вот конкретно и детально. Поэтому обязательно должен участвовать роль бизнес-оуэнера, да. Кто ее может исполнять? Лучше другой человек. На крайний случай можно и самостоятельно. А писать лучше тот, кто понимает, как это писать. Еще вопросы? Спасибо, Михаил. А в первый день был доклад Анатолия Львинчука, где как раз рассказывалось про роли и мастерство вживаться в роли, и вот как одному человеку сыграть несколько ролей, наверное, это подойдет. Скажите напоследок, хотите ли вы вернуться к аналитикам? То есть теперь вы всегда будете сам для себя и разработчик, и аналитик, или вы по нам скучаете и все-таки с удовольствием возьмете в команду? Идеальный процесс, он вот был там, да, когда отдельно команда аналитиков анализирует, когда команда разработчиков разрабатывает, и команда тестировщиков, она тестирует, это идеальный процесс. То есть это не замена, это альтернатива хаосу, а не правильному процессу. Как бы вопрос, не хочу ли я вернуться, я не уходил никогда оттуда. Окей. Так, если больше нет вопросов, спасибо, Михаил. Спасибо.